Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт обзор чайный. Давно не было чайных обзоров. Сейчас будет обзор японского чая, сделанного в Японии, присланного из Японии. Но у меня есть пара как бы японских чаёв, но они в этом обзоре участвовать не будут. Это исключительно японский обзор. Я уже тут уделала 4 пакетика. У меня тут они как бы россыпью. Их было 13 штук. Минус 4. По идее должно остаться 9. Из достоверного источника. Здесь смесь двух зелёных чаев и моти. Вообще я думала, что это тупо мотя, потому что написано мотя, ну и зелёный чай мотя. И я открываю пакетик, засовачиваю его в чашечку, отрываю ярлычок. И понимаю, что у меня руки как бы в моте. И внутри пакетика тоже немножко моти остаётся. Но когда это всё заварилось, то выглядело это несколько иначе. Я так офигела. Думаю, надо же, значит, тут сверху мотя, а внутри просто молотый чай. Наверное, так мотя и выглядит. Но человек, достоверный, скажем так, источник, сказал, что всё не так просто. У меня тут есть, кстати, для... Ну, чтобы показать вам. В чайнике у меня тут лежит пакетик, он уже, наверное, слитой. Я его вчера заваривала, сегодня выливала остатки. И вот так вот выглядит этот пакетик. Шёлковый такой пакетик. И внутри него такой вот мелкий молотый зелёный чай. Практически молотый, но мелко порубленный. И некоторые из них вот в мокром виде. И перед тем, как достать их совсем и выкинуть, ну, короче говоря, они немножко отличаются. В некоторых вот совсем зелёная такая смесь. Видно, что как бы разное, что-то такое накидано. И мотя уже растворилась. А в некоторых зелёная смесь поярче. И вот... Мало того, что тут смесь чайов, так ещё на каждом пакетике наобороте у нас тут разные хайков. Вообще совершенно разные. Когда я совсем освою японский, в смысле ещё и канди, то я их прочитаю. Поэтому я их все четыре пока оставила. Из всей коллекции я пока только его пила. Но вот из второй части коллекции там ещё есть немножко довесок первого прихода, скажем так. И по инструкции официально вы можете заварить один пакетик, залить его 120 миллилитрами воды либо в кружечку такую чашечку. У меня есть маленькая чашечка. Обычная такая русская чашка на 150 миллилитров. Вот туда чуть поменьше залить воды в этот пакетик этой водой. 30 секунд буквально подождать. И слушайте, я всю жизнь думала, что вот это вот опускание, поднимание, это делают исключительно нервные люди, которые куда-то торопятся. Оказывается, так надо делать. Пакетик вот так вот поболтаете 5-6 раз, вытащите, можете пить чай. А формально вы можете дважды пакетик этот использовать. Я использовала дважды потом. Действительно, дает вполне себе нормальную заварку. В общем, вот у меня осталось. Я думаю, что сначала вот буду их уделывать. Ну, как бы удобнее. Я очень хотела на самом деле увидеть этот зеленый чай, пакетированный японский. Он на порядок выше, чем в России, допустим, делают. Я сначала первый раз, когда прочитала, потом где-то часа через три до меня дошло что-то. Реально вот то, что написано премиальный. В общем, чайный пакетик, пакетик чая, чай в пакетиках премиум. Вот. И вообще практически все, что в этом обзоре будет, кроме некоторых исключений, продается в обычных супермаркетах Японии. И обычные японцы это пьют. И не только обычные японцы, и те, кто там не японцы, но живут в Японии. Рука у меня потянулась к матье. У нас сделано в Японии матья, порошок матьи. Можно пить холодным, можно пить горячим. Вот так он выглядит. Он у нас, да, 06-07-2020. 100 грамм. Ну, я ее, думаю, доделаю до того момента. Не только чай, может быть, даже какой-нибудь мороженкой посыплю. Можно заваривать холодной водой, можно заваривать горячей водой, можно как бы в бутылочке это заварить. Тут и на япе, и на английском как бы написано. Если вы английский знаете, то прочитаете. Если вы яп знаете, то вам и на английский не нужен. Ну, и как бы, если вы ни то, ни другое не знаете, то по картинке, я думаю, и так можно понять, что это. В общем, вот, я ее еще не открывала, потому что как бы у меня есть ипадовская матья, к которой я сейчас как раз и перейду, и еще есть матья, как бы японская, но России распасованная. И если кому интересно, я могу ее как-нибудь отдельно обозреть. В общем, рука у меня потянулась к кимманам у касси Иппадати 300 лет, если верить легенде, которая расположена на сайте www.ipadati.com.jp Такиота, кстати. То вот 300 лет уже этому магазину. Тут 20 грамм пачечки на 10 заварочек. Коробочка такая вот. И это, скажем так, элитная такая матья с характерным ароматом. Стоит она на сайте очень много дофига. Вот такая вот маточка. Она более полная, я ее почти не пользовала. И как бы вот он высох и принял практически свою форму. Хоть это и не чай, но это было в наборе от Иппада. В такой коробочке чехольчики пластиковым, можно сказать, был вот такой вот бамбуковый венчик часен, которым V-образными движениями, точнее, W-образными движениями вы взбиваете в пенку матью. Это, насколько я помню, менее крепкий вариант. Ну, в смысле, оно как бы бодрит, но не так, что уж, если вы, допустим, до 5 часов ее выпили. Да, кстати, матью советуются пить не позднее, чем за 4, минимум 4-6 часов до сна, и лучше после 5 ее не пить в 5 вечера. Иначе можно не спать и бодрствовать, и что-то очень сильно хорошо делать. Ну, это хорошо, если, допустим, вы студенты, вам надо написать какой-то реферат, доклад, еще что-то. Времени мало, спать хочется. Вот выпили, и будет вам счастье. А этого осталось буквально на одну заварку. Я была уверена, что там уже почти ничего не осталось, но оказалось, еще на заварку есть. Это харай на мукасе. Мне этот харай на мукасе и дала пенку, есть какой-то ролик такой, возможно, даже 2 ролика с хараем. Точно такая же баночка, 20-граммовая, но вот она более крепкая. Совсем ничего, совсем чуть-чуть осталось. Реально так, на одну заварку. Просто вот как выглядит примерно пакетик кто-то другой. И подойти логотип. Ну, тут черная буква на серебристом фоне, возможно, как бы только при близком рассмотрении это видно. Насколько мне известно, есть такой магазин в США, возможно, в Нью-Йорке. Ну, и вроде бы 3 в Токио и Киото, и, может быть, еще где-то в Японии. Ну, и последняя из Иппада, с первой посылки, скажем так, с первой чайной посылки. На самом деле, она не совсем чайная была, но первый чай, который мне из Японии приехал. Когда-то давно я пробовала, мне дарили чай геммантя, и, кажется, я его даже потом уже не японский, но как бы взяли сырье в Японии и в большом мешке распаковали уже в России по коробочкам. Я его обозревала, и он у меня есть в этом же плейлисте, куда этот пойдет моя чайная коллекция. Тут у нас 100 грамм было, сейчас уже меньше. Ничигетсу! И подати Сенчат. Она дофигаритная и живет недолго, до 27.06.20 года, в смысле этого. ее не более 60 секунд заваривать и температурой 80 градусов. Вот. Я ее тут скрепочкой зацепила чисто, чтобы как-то она держалась. Вообще, там была такая ярлычок липкий, который можно было приклеить, но он у меня как-то не пережил эти собирания. На самом деле, вот тут вот столько всего лишь осталось. Ну, может, грамм 40 осталось. поэтому она у меня на скрепочке. И первое время я ее очень усиленно так пила, я так соскучилась по натуральной, настоящей, японской Сенчат, что меня было не оторвать от этой Сенчат. Вот, кстати, тут накречки, у меня, кажется, она разорвалась на две части и я ее приклеила к низу пакетика. В общем, это Сенчат. я уже показала смесь двух зеленых чаев с матей. У нас 9 пакетиков осталось. Три мати в чистом виде и Сенчи в чистом виде. И дальше у нас идет смесь Сенчи с матей, тоже сделана в Японии. Ябукитача. Самое прикольное, что Ироги в Чае пишется, что в китайском так, что в японском так. Ну, как бы японцы взяли свою эту клинопись, скажем так, с Китая, местами кунное произношение, местами кунное. Ну, у нас тут написано и нарисовано. Как бы написано на английском и на японском и нарисовано в картинках, видимо, для тех, кто не знает ни того, ни другого, но вполне себе понятно будет, как можно заварить. Так как я тут сижу довольно близко к камере, то я буду частями это показывать. Оно все сюда не влезает. Тут 150 грамм. И срок у него до 11 января 2021 года. И я буду его пить медленно и печально. Ну, на самом деле, я, может быть, его даже открою, еще не уделов эти пакетики. Между делом так. Это тоже для меня будет в новинку Сенча и Матья вместе. Но, в принципе, это практически похоже, как вот здесь. Только тут два сорта чая, два разных чая. И еще, как на даме показала, Матья. А здесь у нас как бы один и другой один. Маруяма. Я так подозреваю, что это фирма. И это тоже продается в обычном супермаркете. Все, кроме выпада. В выпаду надо ехать в специальный чайный магазин или в Киото, или в Токио, или в Нью-Йорке, если вы там тусите вдруг внезапно. В Инстаграм, кстати, меня периодически лайкают, когда я ставлю выпада в хэштегах. Именно выпада американского розлива филиал. В общем, вот такой 150 грамм. В общем, большой пакетик, я считаю. Как бы 10 грамм обычно советуется на чашку, ну, вот выпадовская. На чашку, на чайник, чтобы заварить и попить. Три заварки где-то выдерживает. Ну, и тут, в принципе, всё равно этого довольно много хватит, даже если считать, что 10 грамм. Ну, здесь вот написано наверху, допустим, 7 грамм. Этого даже хватит на дольше. 7 грамм на заварку, на 3 чашечки разлить и 150 грамм сам пакетик. Ей напиваешься так же, вот пьёшь, 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 потом какое-то время уже не хочется сенчи, ну, целый год практически. И дальше, я очень хотела какой-нибудь чай, который бы не бодрил, который выпил бы вечером, и нормально бы можно было уснуть, потому что бессонница не мучает. И мой замечательный друг нашёл мне такой чай. Я раньше думала, что в Японии есть и зелёный чай, и чёрный чай, но вот то, что мне всегда казалось чёрным чаем, оно на самом деле зелёное, просто вот такая вот обработка. либо же то, что выдавалось за чёрный чай, просто переводили над мозги. Сделано из Японии, гринти, ходзича, такой вот коричневый. Вообще, он напоминает как бы немножко, чисто по картинке, а так, немножко перепрелая сена. Если вот вы когда-нибудь занимались сенокосом, вы вас брали ваши родственники в какой-нибудь там деревне, то представляете, что это. Ну и тут тоже два варианта заварки. 4 грамма, либо 10 грамм. Кстати, здесь у нас на второй не обратила внимание, что тут написано этих граммов. Тут в обоих случаях 7 грамм нашей Ябукитача. Ябукитача. А здесь у нас или 4 грамма, или 10 грамм. Вот этот пакетик, он понятно, и по объему, и побольше, по размеру видно. Ну и сам по себе он 180 грамм. Хватит на очень долго. И по цвету он немножко более темнее. Он мне сейчас вот чисто по цвету на картинке, я вам тоже покажу обратную сторону. Напоминает порох китайский чай, который очень хороший. Именно нормальный такой порох. крутой такой скрутки. Когда открываете коробочку, там такой мелкие такие жемчужинки, которые потом раскрываются в огромное везде. В чайнике. Вот по цвету он очень похож на порох. Ну или на очень сильно слитой черный чай. Если кому-то удобнее такая ассоциация. Чисто вот глянуть. Тут разные иероглифы иероглифы поверху. Ничем ходит ли чай. Зеленый чай с сниженным содержанием кофеина. То бишь вечером вполне себе его можно заварить и не беспокоиться, что вас будут мучить бессонница. И тоже маруяма. Если вдруг вы внезапно тусите в Японии, ну мало ли, сходите в супермаркет какой-нибудь и посмотрите такой чай. Будете обычным японцем. И последний чай он на самом деле не чай. Ну как бы к чаю к этой камелии он никак не относится. Это у нас перловый чай. Ну или китайский ячмень, как его называют. То, что иногда в аниме пьют в таких вот ячмень заварить ли тебе. Я про это давно читала, но я не ожидала, что он у меня будет в японской коллекции японского чая. Это у нас вариация муги-чая. Хато муги. И он совершенно без кофеина. Нон кофе ин. Первое вообще вообще что я прочитала когда достала этот пакетик. У меня еще была инструкция по применению по-русски, потому что тут если верить источнику очень техническим японским языком написано японские нехудожественные книги говорят читать не очень интересно и потом все разжевано. Но я считаю что это в принципе в каком-то плане хорошо. Если оппонент читает что разжевано и японцы думают что все вокруг дебилы мне кажется это нормально не воспринимать это как все вокруг дебилы а именно что возможно человек с низким интеллектом решит что-то изучить а тут так все разжевано он прочитает и поймет возможно в некоторых книгах в России надо писать именно таким разжеванным языком вот у нас инструкция по применению я вообще никогда не знала что можно не то что надо макать этот пакетик вот так и это правильно я узнала недавно а про то что можно заварить в термосе пакетик я даже как бы ни сном ни ухом в общем это у нас можно заварить в кружечке точно так же вот подоставать это у нас можно заварить в термосе или в чайничке оставив на 3-5 минут там у нас по-моему 2 минутки надо выдержать ну периодически вот так побалцевать а тут просто засунул в термос залил водой попробовать хочу у меня есть полулитровый термос помимо советского двух или сколько в нем литров полулитровый термос закинуть этот пакетик прикрыть залить его кипятком кстати во всех случаях кипятком надо заливать залить его кипятком прикрыть крышечкой выдержать эти 5-6 минут достать открыть крышечку достать пакетик закрыть и таскать где-нибудь с собой этот термос ну и попробовать потом в ряд как в чайнике я его еще не вскрывала но почему бы и не вскрыть да тут вообще как бы нарисованы ножницы и я до этого пыталась с другой стороны прорезать вот так же но у меня что-то не пошло да он у нас до 20 декабря этого года и я его тоже вполне себе могу медленно и печально пить смакуя каждый кусочек глоточек внезапно они без веревочки вот такие вот пакетики пирамидки материал несколько отличается чем наш элитный японский чай вот в пакетиках премиум который и очень интересно пахнет чем-то вот таким знакоменьким местами будто это жареные какие-то ну допустим если вы семечки подсолнечника в шкурках черненьких поджарили и они у вас слегка пригорели вот раз раскрыла достала придется наверное заваривать сегодня прищеми на кусочек где обратно в общем вот у нас 60 грамм муги чая 180 грамм ходи чая это вот партия минимум кофеина или его отсутствие 100 грамм мати остатки был и русскоши подовская мать грамма 2 и тут не знаю ну может грамм 16 как-то так вообще наоборот я показываю кима на мукасе тут больше ее и харай на мукасе смесь уже и же точнее мать сейсенчи и еще вот пакетиком таким и чистая сейсенча которая вообще ни в какое сравнение с тем что в России продают под видом китайская сейсенча вообще не представляю как это может быть китайская сейсенча на озоне иногда можно найти индийскую сейсенчу попробую немножко высыпать чисто показать вам цвет я очень очень давно вот такую хорошую сейсенчу не потребляла я думаю что должно быть видно я думаю можно даже ее сейчас будет заварить после того как я нажму на клавишу выключения записи конечно для идеальной коллекции мне не хватает подставочки для этого товарища но это как бы не то что без чего жить нельзя вполне можно и пристроиться так что она не понадобится ну и каждый пакетик еще заметила что у каждого помимо стишка помимо хайку тут еще разные циферки и некая разная информация о некоторых местах чисто для сравнения я конечно все 13 штук не рассматривала на то чтобы там действительно достоверно было разное хайку но я буду верить своему достоверному источнику что действительно так всем спасибо за просмотр всего возможно несколько странного ролика и необычного если вы пили какой-либо чай из тех что я обозрела дайте знать в комментах особенно если вам какой-то из них нравится если вас это просто заинтересовало и теперь вы жаждете где-нибудь это приобрести то это вообще круто ибо я верую в чай и несу чай в массу это одно из моих скажем так может быть одна из моих обязанностей и я очень радуюсь когда люди допустим меняют какие-то свои привычки и выбирают чай всем пока